Привет дорогие друзья и доброго времени суток! Вот на наших экранах обновление 3.2 в игре Injustice 2 Mobile. Этот момент наконец-то наступил. Все очень долго ждали, наконец-то это произошло. Крупное, наверное, одно из самых крупных, если не самое крупное обновление в Injustice 2 Mobile за последние полгода, наверное, точно. Давайте обо всем по порядку. Значит, перед тем, как мы уже официально обновились, нам тизерили очень много всего. И все, что нам показали, действительно есть в игре. И, наконец-то, за долгое время я действительно рад обновлениям. Но всегда есть естественно но. И в этом случае оно тоже существует. Давайте обо всем по порядку. Я попытаюсь вам расшифровать свое но и почему же, в принципе, оно у меня возникло. Арена чемпионов и без того достаточно трудный режим, на мой взгляд, претерпел в себе некие изменения, которые, на мой взгляд, произошли не в лучшую сторону. Значит, смотрите. Мы сейчас посмотрим, как это действует. Играть я не буду, я просто вам покажу, что у нас произошло. Теперь, когда мы сражаемся с противником, который выше нас рангом, чтобы, допустим, к примеру, 8 очков заработать, да, к себе в рейтинг. У противника будут модификаторы. Плюс 85 к здоровью, стойкость называется. И плюс 65, модификатор называется, усиление к атаке силы героев, в общем-то. Я считаю, что это невозможно, потому что тебе нужно будет, соответственно, в первые часы нового сезона арены чемпионов подняться как можно выше, чтобы тебя потом никто не обогнал. Так получается. То есть, опять какие-то голодные игры, борьба за место под солнцем, непонятно. Хотя, к слову говоря, я вчера поиграл уже после обновления, и я на себе особо этих модификаторов у противников не почувствовал. Как выносились, так и выносятся. Не знаю, может быть, это просто для красоты написано. В принципе, процент выпадения того или иного героя в сундуках тоже написан, но он тоже не выпадает, понимаете? Это же Незры, может быть, написано. Но, может быть, это не работает. По-всякому, может быть. Награды все прежние остались. Модификаторы, насколько я понял, в зависимости от того, в каком вранге находитесь, будут больше, ну, либо, соответственно, меньше. Режим Лиги. А вот это самое, на мой взгляд, интересное и вообще просто, ну, непонятное. Значит, мы очень долго ждали каких-нибудь нововведений в режиме Лиг. С самого релиза режима Лиг в нем ничего не менялось, в нем это в этом режиме. Ну, за исключением того, что добавлялись какие-нибудь новые персонажи в магазин Лиги, новое снаряжение в наградах рейдов, новые персонажи в наградах рейдах. В принципе, суть не менялась. И вот спустя некоторое время, с тех пор, как релизнули режим Лиг, наконец-то появились нововведения в этом режиме. Седьмая и восьмая сложность рейда. Все очень давно просили это, хотя я, в принципе, такой, что лучше бы какой-нибудь новый рейд сделали, а здесь бы так и оставили шесть уровней сложности. Ну, в общем-то, появилась седьмая и восьмая сложность, и тут вопрос в том, как их пройти. Потому что на данный момент, во-первых, они забагованные, боссов просто невозможно убить, потому что, когда ты вроде бы как убиваешь босса, тебе пишут, извините, ваш прогресс не сохранился, в общем, что-то вроде того. И босс остается жив. Там буквально по 10к боссов. У босса жизни остается всегда. Боссов повалить невозможно, но даже и это не самое главное. Слушайте, разработчики, чем думали, когда решили сделать хп-шку у боссов? Ну, по-моему, что-то то ли 55, то ли 59 миллионов здоровья у босса на седьмом рейде. Я не знаю, сколько на восьмом рейде будет мне, да, это не особо интересно. Мы даже, в принципе, решили не проходить седьмой рейд, даже не пытаться. Не потому что у нас, возможно, не получится, а потому что просто боссов невозможно убить. И что самое интересное, такие потуги, такие напряги, на мой взгляд, абсолютно бессмысленны. Потому что награды в седьмом рейде значатся, что тебе выпадает одно золотое снаряжение от 50-го до 65-го или 60-го уровня, не помню точно. Я скрин прикрепил. И, значит, одно легендарное снаряжение, либо для Дарксайда, либо для Брыняка, для Бэтмена легендарного и для Гориллы легендарного, нет. Вот, тоже от 50-го до 60-го левла, по-моему. Блин, ребята, мы без напрягов за 15 минут проходим шестой рейд и получаем в разы больше наград. То есть мы получаем три экипировки, фрагменты героя, и экипировка нам выпадает на шестом рейде такого же левла. Но три вместо двух, да? И еще и фрагменты героев. А на седьмой сложности и на восьмой сложности фрагментов героев нет. Всего лишь две экипировки. Ну да, одна из них легендарная, но я право уж не знаю. В общем, проходить, пытаться для интереса или нет, вам решать, но я бы подождал как минимум фикса того, чтобы можно было убивать боссов, потому что на данный момент это нереально. Сюжет, наконец-то, спустя год тоже, получил новую главу сюжетного режима, новую локацию, соответственно, все тут замечательно. И многие пишут, да, да что ты уперся в этот сюжет, нахрена он вообще нужен? Ну, ребята, мне плевать на сюжет, мне нужны новые локации, которые, по идее, должны появляться в режиме арены. Но после того, как у нас появилась сюжетная глава номер 4, где события разворачиваются в локации Метрополис, это последняя локация, которая была добавлена в режим арены, то есть посчитайте себе, сколько времени уже не было новых локаций в режиме арены. И с тех пор выходили локации Атлантида, а вот, допустим, вчера вышла новая локация, да, Бар. Эти локации не добавляются в режим арены, и я не знаю, почему. Есть же эти локации внутри игры, добавьте просто их в режим арены, сделайте их, активируйте их, в общем-то, в режиме арены. В магазине арены все по-прежнему, сезонные награды все по-прежнему, найти противников в сети все по-прежнему, в режиме арены вообще ничегошеньки не поменялось, за исключением того, что сейчас просто шикарнейший подвор. Я не знаю, продлится ли это долго, или это будут первые дни после обновления, потому что так бывает иногда, но хотелось бы, чтобы подбор противников оставался таким как можно дольше. Испытание, понятно. И тут, видите, испытание в режиме против. Всем кажется тоже, вау, как-то новая фишечка, будет что-то интересное, 100%. Нет, друзья мои, не будет. Это старое испытание, точнее, старого типа испытания, просто требования к нему несколько другие. Если в обычном испытании у нас, допустим, нужно было три героя класса ловкость, в испытании такого типа, в испытании против, нам, к примеру, в требованиях в данном конкретном испытании нужны три героя легионархии. Ну, максимально на третьей сложности. Я третью сложность не стал даже проходить, потому что у меня нет надобности в фрагментах женщины-кошки, у меня она на шести звездах, как вы видите. Но я вам тоже скажу, что достаточно разочаровывающий режим этот, потому что, допустим, на второй сложности, как вы видите, надо тратить целых 20 энергии. Вот. А выпадает тебе два фрагмента? Ну, мне выпало два фрагмента всего лишь. За 20 энергии мне выпало два фрагмента. В этом же режиме обещают, вот смотрите, у нас, во-первых, дольше идет, одна неделя и шесть дней, зачем-то, непонятно зачем. Но, наверное, для того, чтобы большее количество фрагментов нас собирать. Ну, в общем, в этом же режиме, следующем, за женщиной-кошкой будет легендарный горилла-грод. Наконец-то нас услышали разработчики и придумали, ну, хотя бы для гориллы место, в котором мы получим фрагменты. Если у нас не получается достать его из сундуков, у нас есть альтернативный вариант. Да, это будет долго, потому что горилла сразу на пяти звездах, это нужно 440 фрагментов. Это будет очень долго собираться, но хотя бы это будет собираться, потому что в ином случае легендарного персонажа можно просто-напросто не увидеть. Вот у меня, допустим, до сих пор нет в коллекции Брайняка и Дарксайда. И если на Дарксайда еще есть какие-то надежды, то Брайняк однозначно у меня в коллекции, скорее всего, не появится, если только он когда-нибудь появится в каком-нибудь сундуке сразу целиком. По сундукам пока что без каких-либо изменений, все по-прежнему, все по-старому. Ну, все сундуки, которые были, такие есть. Единственное, что появились новые сундуки с представителями из Бэтмен-ниндзя. Будут также сундуки, в которых можно поймать будет Горилл Грода из Бэтмен-ниндзя. И все, в принципе. Ну, по росту мелкие, скажем так, изменения. Естественно, все помнят о том, что бафнули у нас Лигу Анархии, хотел сказать. Не Лигу Анархии, а персонажи Бэтмен-ниндзя, Женщина-кошка и Робин. Я ими поиграл. Это просто невыносимые типочечки. Обязательно запишу видео, потому что там очень и очень интересно будет. Вот. Еще одним из нововведений, не знаю, насколько нужным и полезным. Но если вам совсем скучно и вы зашли в Инжастис просто полистать свой ростер, теперь вы можете нажимать на фигурку персонажа, и он будет вам показывать свою боевку. Ну, вот как-то так. У Робина, кстати, и у Женщины-кошки из Бэтмен-ниндзя подтвердилась информация. У них все-таки, да, после реворка есть шестой левел пассивной способности. А, соответственно, мы можем думать о том, что шестой левел пассивной способности впоследствии появится и у других персонажей. Ну, в общем, как-то так. Так, еще появились теги, которые, ну, вроде как должны упростить поиск нужного для нас героя. Ну, я и без этого, в принципе, справлялся. Герои, которые я в основном играю, вот они здесь на первой страничке. Чуть-чуть надо пролистнуть дальше, и все они тут как бы на виду, искать нечего. Не знаю, насколько это нужно. В общем, обновление, мягко говоря, очень и очень неоднозначное. Очень много всего интересного в этом обновлении. И я надеюсь, что разработчики опомнятся и в скором времени выпустят какой-нибудь фикс всего того, что они навыдумывали. Потому что, ну, во-первых, нужно увеличить награды за седьмой и восьмой рейд. Во-вторых, нужно сделать так, чтобы боссы убивались, в принципе, и сделать, наверное, все-таки поменьше хпшечки. Ну, не знаю, это, наверное, самые такие крупные пожелания. Ну, и можно увеличить, в принципе, награды в режиме испытания против. Наверное, это все. Если я что-то забыл, пишите в комментариях, что я забыл. А, возможно, я все-таки не забыл. И если вам понравилось это видео, естественно, не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал. Давайте своим мнением делиться, насколько вам понравилось обновление 3.2. Оно крупное, оно интересно его было поперву листать. Но когда немножко больше углубился, я понял, что все эти нововведения, которых, безусловно, много разработчики, молочаги в этот раз. Но на каждое их нововведение есть большое и жирное «но», которое нужно исправлять в ближайшее время, потому что все может стать очень-очень плохо. В общем-то, все. Пока, дорогие друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Субтитры создавал DimaTorzok